Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – агрегатные состояния и вещества. Какие агрегатные состояния делятся вещества? Вещества бывают в твердом, жидком либо газообразном состоянии. Вы знаете, что такое твердое, жидкое, газообразное состояние. В твердом состоянии атомы образуют кристаллическую решетку, то есть они располагаются в виде кристалла, то есть в определенном порядке располагаются. Это в твердом состоянии. В жидком состоянии расстояние между атомами и молекулами становится больше, то есть они уже совершают какое-то небольшое движение, то есть они движутся, могут притягиваться и отталкиваться. А в газообразном состоянии расстояние между молекулами очень большое, то есть в газообразном состоянии молекулы движутся с огромной скоростью и притягиваются и отталкиваются с огромными скоростями. И благодаря притяжению и отталкиванию происходит скорость, то есть движение молекул. Они никогда не стоят на месте молекул, они всегда движутся благодаря взаимному притяжению и отталкиванию. В твердом состоянии они совершают атомы колебательные движения вокруг своего положения. И в твердом состоянии опять же находятся в виде кристаллической решетки. Далее, что такое плазма? Есть еще одно такое состояние плазма. Плазма это вещество, находящееся в газообразном состоянии при некоторых условиях. Запишите, что такое плазма? Плазма это вещество, находящееся в газообразном состоянии при некоторых условиях. Еще раз, плазма это вещество, находящееся в газообразном состоянии при некоторых условиях. Допустим, проведем пример плазмы. В плазме вообще находятся ионы чего-то с определенным зарядом, которые находятся. Допустим, у нас есть лампочка, говорит, внутри. Внутри этой лампочки находится плазма. Вот это и есть пример плазмы. Более подробное изучение, что такое плазма, будет изучаться в старших классах. Пока что нам достаточно ограничиться этим понятием, что плазма это вещество, находящееся в газообразном состоянии при некоторых условиях. Все, мы закончили раздел молекулярной физики в 7 классе. И мы будем изучать более еще подробное изучение на физике молекулярном уровне в 8 классе. Вот. Некоторые видео из курса 8 класса про тепловые явления у меня на канале уже есть. Вы можете зайти в плейлист с физикой 8 класса и посмотреть эти видео. Все, мы в этом разделе поговорили, что такое атомы, что такое молекулы, поговорили про броновское движение, про диффузию, про взаимное притяжение, отталкивание молекул, про смачивание капиллярности, про агрегатное состояние вещества. Вы можете еще раз посмотреть эти видео, содержащиеся в плейлисте, и послушать теоретический и практический материал. Все, теперь порешаем задачи по теме молекулярная физика. Задача номер один. Решим задачу номер один. А, я еще хотел сказать, что, чем отличается вакуум от воздуха. В воздухе есть молекулы, а в вакууме нет ни одной молекулы. То есть там нет молекул. Хорошо, приступим к решению задачи. Решим самую простенькую задачу, задачу номер один. Я читаю условия задачи, и решим ее. В одном кубическом сантиметре воздуха содержится 6,02 умноженное на 10 в 23 степени молекул. Сколько содержится молекул в 1000 кубических сантиметров воздуха. Для решения данной задачи нужно воспользоваться свойственной пропорцией. Составим краткое условие задачи. Запишем, что в одном кубическом сантиметре находится 6,02 на 10 в 23 степени молекул. Молекул. Тогда сколько содержится молекул в 1000 кубических сантиметрах? Запишем, что в 1000 кубических сантиметрах. Теряем, x-молекул, то есть неизвестную молекулу нужно найти. Что нужно, чтобы найти отсюда x из этой пропорции? То есть это получается x умножить на 1. Можно записать, как равняется 6,03 умножить на 10 в 23 степени умножить на 1000 еще. Получается, запишем, что x у нас в данном случае равняется. 1 мы можем не писать и сразу записать, что 6,02 умножить на 10 в 23 степени и умножить еще на 1000. А 1000 можно записать в виде как 10 в 3 степени, чтобы степени можно было потом сложить. на 10 в 3 степени и поделить это все на 1. Можно было это, конечно, не писать, но мы запишем для более ясного примера. Хорошо, получается 6,02 умножить на 10 в 23 степени умножить на 10 в 3 степени. умножить на 10 в 26 степени умножить на 10 в 26 степени. Мы нашли, чему равняется x. А x у нас это количество молекул. То получается, можно записать, что? Ответ. Запишем ответ. Ответ. В одном кубическом метре вещества содержится, в 1000 кубических сантиметрах, получается, в одном кубическом метре вещества содержится 6,02 на 10 в 26 степени умножить. Вещества содержатся 6,02 на 10 в 23 степени, ой, на 10 в 26 степени. Ой, я тут нечаянно написал, не в кубическом метре, а в 1000 кубических сантиметрах. В 1000 кубических сантиметрах вещества содержится 6 на 10 в 26 степени молекул. Все, точка. Мы решили первую задачу. Решим задачу номер 2. Так, читаю условия задачи. В одном кубическом сантиметре воздуха находится 10 в 23 степени молекул. Сколько молекул содержится в комнате размером 10 на 10 на 10 метров в комнате? В комнате. Так, еще раз задачу. Сколько молекул содержится в одном кубическом сантиметре воздуха? Точнее, в одном кубическом сантиметре воздуха содержится 10 в 23 степени молекул. Сколько молекул воздуха находится в комнате размером 10 на 10 на 10 метров? Все. Запишем краткое условие задачи. По идее, нам нужно составить пропорцию. Но здесь нам не дан второй объем. В каком мы объеме? Но здесь даны размеры комнаты. 10 на 10 на 10 метров. То есть, нам нужно найти объем комнаты. Что предполагает это отношение? 10 на 10 на 10. Это значит, что длина, ширина и высота комнаты. Получается, нам нужно перемножить десятки. Три раза. 10 метров. Умножить на 10 метров. И умножить еще раз на 10 метров. Получается 100 на 1000. Получается 1000 кубических метров. 1000 кубических метров. И нам нужно перевести это все в кубические сантиметры. Чтобы перевести из кубических метров в кубические сантиметры, нам нужно умножить на 1 миллион. В данном случае. Получается, это 1 миллиард кубических сантиметров. Либо можно записать как 10 в девятой степени кубических сантиметров. 10 в девятой степени кубических сантиметров. Хорошо, и теперь можно составить пропорцию. Что в одном кубическом сантиметре содержится 10 в 23 степени молекул. А в 10 в девятой степени кубических сантиметров кубических содержится у нас х молекул. Х молекул отсюда, значит, мы можем найти, чему равен х. Отсюда это равняется. Х равняется. Получается, нам нужно 10 в 23 степени умножить на 10 в девятой степени. И поделить на 1. Получается, 23 плюс 9 получается у нас 32, и получается 10 в 32 степени молекул. 10 в 32 степени молекул. Можно записать ответ. Я писать не буду, так как здесь места нет, а вы можете себе в тетрадь переписать, что в комнате размером 10 на 10 на 10 метров содержится 10 в 32 степени молекул. Все, и решим еще одну последнюю задачу на сегодня. И решим еще одну задачу. Задача номер 3. Она будет немножечко к другому решаться. Диаметр атома алюминия равен 10 в минус 10 степени метра. А диаметр иглы самой равен 10 в минус 7 степени сантиметра. Определите, какое количество атомов алюминия個人 разместить на 3 на на yingle вдоль ее диаметра. Количество атомов. То есть, какое количество атомов алюминия можно разместить на 3 на на yingle вдоль ее диаметра. pillar. Сначала нам нужно перевести, что в 1 метре равняется 100 сантиметров. Надо написать, что в 1 метре равняется 100 сантиметров. В 1 метре 100 сантиметров. И нам нужно, получается, перевести диаметр алюминия, диаметр атома алюминия у нас равен 10 в минус 10 степени метра. Нам нужно перевести в сантиметр. Получается 10 в минус десятой степени метра. Получается, это равняется, умножить, значит, нам нужно на 100, чтобы из метра получается на 10 в квадрате нам нужно. То есть 10 в минус десятый умножить на 10 в квадрате. Это получается у нас минус 2 плюс, точнее минус 10 плюс 2, это получается минус 8. Получается 10 в минус восьмой степени. 10 в минус восьмой степени сантиметра. Все. Хорошо. У нас дан диаметр самой на Неглы, это 10 в минус седьмой степени сантиметра. И дан у нас, мы перевели уже диаметр самого атома алюминия, он равен 10 в минус восьмой степени сантиметра. И чтобы найти количество атомов, нам нужно диаметр атома на алюминия поделить на диаметр на Неглы. Это нам все изместно. То есть нам нужно 10 в минус восьмой степени поделить на 10 в минус седьмой степени. получается минус 8 минус минус 7 получается минус на минус то есть плюс получается минус 8 плюс 7 получается у нас в данном случае. Так. Минус 8. Так. То есть нам в данном случае нужно поделить диаметр на Неглы поделить на диаметр атома алюминия. Получается 10 в минус седьмой поделить на 10 в минус восьмой. Получается минус 7 минус минус 8 получается минус 7 плюс 8. Откуда 8 минус 7 1 получается 10 в первой степени, либо просто 10. Чего 10 нам требовалось найти. Это 10 атомов получается. Хорошо. И мы можем сформулировать ответ к данной задаче. На острие на Неглы можно разместить 10 атомов вдоль ее диаметра. На ответ на острие на Неглы можно разместить 10 атомов вдоль ее диаметра. Все. Мы решили три такие задачи. Давайте еще раз посмотрим как мы их решали. Первые две задачи мы решили методом пропорций. То есть нам дан был объем какой-то и количество атомов в этом объеме и надо было найти какой-то другой объем. Дам был какой-то другой объем и найти количество молекул в этом же объеме, этого же вещества. И мы пользовались методом пропорций. И домножили и все находили. Потом у нас была дана задача найти объем комнаты. Объем находится по формуле. Точнее у нас дана была длина, ширина и высота комнаты. Надо было все перемножить, найти объем. И, пользуясь этим объемом, надо было опять же составить пропорцию. И последняя задача была немножко другого типа. Нам дан был диаметр одного атома алюминия. Это получается у нас было 10 в минус десятой степени метра. Нужно было перевести в сантиметры, чтобы приравнять все было, разделить. Получалось у нас умножить на 100 было. Получилось 10 в минус восьмой степени сантиметра у нас. Это диаметр атома алюминия. И был дан у нас диаметр самой на на иглы. Это было 10 в минус седьмой степени. И чтобы на те количество атомов, которые можно разместить в доле ее диаметра, нам нужно было разделить диаметр на на иглы на количество на диаметр на одного атома алюминия. И получается у нас 10 атомов. То есть можно разместить 10 атомов алюминия вдоль ее диаметра на астре на на иглу. Все. Мы решили данную задачу. Кому решение задачи понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем до скорых встреч. До свидания. И мы закончили изучение темы молекулярной физики в седьмом классе. Все. Следующая тема будет посвящена механическому движению. Мы закончили раздел физики в седьмом классе про молекулярную физику. Все. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем до скорых встреч. До свидания.